Семинар 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 Ваша дата по условию нашего задания, то есть 8 июля. Затем содержание, он вносит у нас с вами многофункциональное устройство, поэтому мы с вами сокращенно здесь будем заносить. МФО. Затем идете в саму операцию дебет. А дебет у нас с вами точно 75, то есть 75, да, еще 0,8. Счет 0,8. Из списка выбираем 0,4. Количество обязательно единичка. Затем из номенклатуры вам нужно зайти обязательно в номенклатуру, оборудование, объекты, основных средств. Не забывайте, с этой строчкой связаны просто основные средства, поэтому вы ее открываете и создаете, потому что ее в списке у нас не вводят. МФО. Он у нас в штуках, но так как вносит учредитель, вы должны точно сказать, что у нас с вами без НДС, верно? Все со мной согласятся. Номенклатурную группу старайтесь вносить обязательно, потому что номенклатурная группа – это главный элемент, то есть когда вы закрываете периоды, потому что мы здесь период не закрывать на семинаре не будем, а я вам снова еще раз продемонстрирую. Допустим, если вы в элементе номенклатуры, где вы сейчас находитесь, номенклатурную группу не выбираете, то есть программа с вами согласится, но когда вы будете закрывать период, она вам выдаст список ошибок. И там будет, то есть написано, что номенклатурная группа у вас не заполнена. А когда вы будете возвращаться в документы и снова выбирать номенклатурную группу, она будет, то есть вам выдавать просто ошибки. И записать и закрыть, скажем, поэтому не забывайте, основную номенклатурную группу, номенклатурную, обязательно в элементе заполняется. Записать и закрыть, появился, да, МФО. Можете все эти объекты выбирать, которые у вас есть. МФО. Затем у нас выбор партии, ну, постараемся без партии, то есть чтобы она у вас была. И обязательно склад, у нас будет здесь оптовый. То есть по кредиту ваш счет будет 75, потому что ваши учредители будут вносить. То есть у нас с вами вносит, то есть Крутилов выбрали. И ваша сумма, которая указана, то есть в вашем задании, это 42 тысячи рублей. В задержании, то есть вы как вверху, то есть должны записать, внесено МФО. Ну, как бы в основном в этом документе ошибок почти не бывает, потому что все элементы вы выбираете сами. Ну, партия просто заключается, если вы выбираете метод FIFA. Если вы выбираете среднюю стоимость, то что на первом уровне, этой строчки у вас просто не будет. У вас должно получиться 08-04, кредит 75-01. И после этого скажете записать и закрыть. Она вам его просто запишет. Вашу информацию, видите, она сюда попала сразу. Ну, чтобы проверить, допустим, в отчетах, значит, идете отчеты, оборот на сальдовое по счету, если нужно контроль какой-то для себя сделать. Поставили период у нас 1 июля, допустим, по 30 сентября. А счет 08-04. И скажете сформировать. То есть она вам покажет, что она поставила вам на учет, он, видите, МФО. И он у вас будет всегда, то есть видно, что он у вас на учете. Но только когда вы поставили на учет, старайтесь все-таки практику. Я понимаю, то есть что с точки зрения практики, и сегодня в группе я говорила, что практика, это можно сказать, это все наоборот, то, что у нас происходит всегда с вами на курсах. Потому что на курсах это всегда идеал. То есть достаточно. Поэтому старайтесь все-таки, что в этот отчетный период вы все-таки основное средство поставили на учет. Или тогда готовьтесь сразу к вопросу от проверяющего. Почему вы не поставили на учет основное средство? И вы должны ему там сказать, что он у вас там монтаж, там комплектующие нужно модернизировать. Чтобы вы к этому просто были сразу готовы. Или ставьте сразу, то есть его на учет. Вот как мы сейчас с вами будем. Вот в этот же день, когда мы акт приемки передачи получили, да, с вами, мы его поставим на учет. А это у нас находится в разделе ОСНМА. Открываете его. Ну, как получается, ОСНМА. Принятие к учету ОС. И говорите, создать. Нам открывает ваш документ принятие к учету. Ставите дату. Ну, я буду условно ставить эту же дату, 8-го, 0-7-го. Во-первых, здесь очень хорошо, то есть видно сразу, то есть когда, то есть она у вас принимает. Причем операция вручную, вот смотрите, она вам поставила время. 12 часов, 0-0 минут, 0-0 секунд. Видите? Посмотрим потом после этого, где у нас принятие, да, к учету поставится. Мол, это материально ответственное лицо. Ну, в данном случае, пускай у нас будет Иванов. Местонахождение у нас с вами администрация. Выбрали. Способ поступления, так как это учредители, не забываем, значит, вклад в уставный капитал. Выбрали строчку. Затем оборудование, показать все, заходите в вашу номенклатуру, это номенклатура называется. Оборудование, объекты, основных средств. И там у вас на этот момент должен быть уже списки МФО. И вы его выбрали. Но склад, если их несколько, вам приходится выбирать его. Если он один, она уже по молчанию вам выбирать не будет. Теперь просьба всегда ко всем, когда вы ведете учет или в дальнейшем будете знакомиться с этой программой. Вот принятие к учету, в отличие от теории, вы никогда не меняете счета. Они здесь заложены правильно. Это в теории бухучета мы, преподаватели, просто требуем от вас, что вы это запоминали. А в программе не надо говорить о том, что вы, допустим, знаете, а программа не знает. Потому что когда вы меняете счет 0,8, ей негде закрыть 0,8 счет. И она вам выдает ошибку. Но она никогда вам не напишет, что вы должны исправить счет. Вы должны просто сами догадаться, что где у вас ошибка в базе. Поэтому принятие к учету для всех, для среди не помните о том, счета не меняйте, они остаются как есть. Затем вот ваша закладка «Основные средства», это, то есть, ваше уже идет справочник. «Основные средства». Видите, я зашла. Теперь открываете вот эту желтенькую строчку, говорите «Показать все». Это справочник. Но у нас с вами нету, видите, то есть МФО. А раз нету, то есть вы делаете сразу вывод. А, создать, да, раз его нету. И нажимаете «Создать». И у нас заходит справочник. Набираете МФО. Ну, а вообще, то есть, название заполняется в программе, как написано в накладной. То есть, с названием, то есть, с формулировкой, расшифровкой, все вы ее заполняете. Самое главное здесь заполнение, всегда помните, наименование. И группа учета ООС, вот где красное подчеркивание. И вы выбираете вашу группу. Ну, раз это МФО, вы мне дружно можете сразу, конечно, сказать, все форумы, наверное, офисное, да, оборудование. И обязательно еще одна строка заполняется. Амортизационная группа. Вся компьютерная технология, это у вас вторая группа. И вы ее заполнили. И вот здесь я бы тоже хотела вам один элемент сказать, чтобы вы всегда помнили, что в справочнике основное средство, можете даже записать, заполняется только закладка «Главная». Все остальные закладки не тратьте время, не заполняйте. Она после принятия к учету вам сама заполнит. Поэтому в справочнике основное средство заполняете только закладку «Главная». Дату сведения можете не обращать внимания, сейчас уже в новых релизах. То есть она не требует вам дату принятия к учету. Она уже знает из вашего документа. Поэтому более такую общую информацию вы можете просто здесь использовать. Ну, а мы с вами скажем, если все посмотрели, уже записали подсказки, записать и закрыть. Он появился, видите, МФО, да, даже сразу в списке. И вы его выбрали сюда. Самое главное, всегда вспоминайте, что вот здесь должно быть заполнено. Никаких пустых строчек. А вот в закладке «Бухгалтерский учет», «Налоговый учет» здесь обязательно. Поэтому заходите. «Бухгалтерский учет». Опять же, счета не трогайте. Здесь все правильно. И 0,1, и 0,2. Здесь я могу только сказать, программа просто молодец. Она знает у нас счета по основным средствам. Поэтому вы не меняете. Вы идете способ отражения амортизации. Показать все. Ну, давайте условно выберем, может, первый уровень 44 счет в основном. Амортизация счет 44. А срок полезного использования 25 месяцев. Последняя строчка графика амортизации по году – это не для обязательного заполнения, потому что линейный способ – это уже говорит о том, что он будет равномерным у вас распределением. Теперь идем в налоговый, да, учет. Но в налоговом учете, то есть порядок включения, еще раз напомню, или вот, чтобы вы запомнили, в налоговом учете у нас изменилась стоимость в этом году, да, в 16-м. Это 100 тысяч. А по умолчанию она всегда будет вам открывать начисление амортизации. Поэтому вы должны будете открыть стрелочку и сказать включение в расходы по принятию к учету. Обязательно. Потому что по налоговому учету она не будет брать это в расчет. А способ отражения в расходе – также счет 44. Амортизационная премия по мере необходимости. Если, как бы, вы хотите ускорить процесс списания амортизации, тогда будете использовать. То есть, ну, только помните, амортизационная премия, если вы когда их списываете, вы должны тогда их восстановить. Поэтому в этом случае я вам советую амортизационную премию сильно не увлекаться. Потому что если где-то вы их списываете, кому-то передаете, то сумму, которую вы завели в амортизационную премию, она будет восстанавливаться. А это ваши доходы. Поэтому в этом плане это попадет уже в прибыль потом в дальнейшем. Вы можете здесь сказать провести. Допустим, она вам все проверит. Если где-то ошибки, то есть будете использовать, смотреть, где она попытается вам ошибку поставить. И дебет-кредит, но так как в налоговом учете у нас все-таки с вами 100 тысяч рублей. Видите, обратите внимание, она вам в расходы-то включила на 44-й счет, но в бухучете у вас нету суммы. У вас только по налоговому учету вся сумма списалась. 42 тысячи. А при амортизации она будет вам начислять амортизацию, вы увидите, я вам покажу. То есть, и соответственно, будет частично закрывать сумму, пока полностью не закроет налоговый у вас весь учет. Вот это у нас движение документов, да, называется. Ну и скажем, провести и закрыть. Если вы желаете, как бы, посмотреть и проверить ваши операции, опять же идете, отчеты, оборот на сальдовое, по счету. Ну, то есть, смотрите, я здесь не исправляю вам ошибки. Как получается? Сформировать, скажете. Сейчас ошибки назову, будете проверять, то есть, какие бывают. Обороты по дебету и по кредиту у вас точно 42 тысячи. Если вы сейчас поменяете счет 0,1, 0,1 и скажете сформировать, у вас на балансе должен появиться здесь МФО, видите, 42 тысячи. Ну, автомобиль, компьютер, не обращайте внимания, просто база на второго уровня. Поэтому я решила в одной вам просто показать. Теперь, какие основные ошибки бывают, если получаются ошибки, то есть, будете корректировать. Во-первых, смотрите, обращайте внимание на дату. Ну, то, что я вам показала. В операции, введенной вручную, у вас 12 часов 0,0 секунд, а принятие к учету 1 секунда. И у вас разница всего в 1 секунду. И если вы что-то поправляете в вашем документе, она вот это время обнуляет. И вы тогда, то есть, ставите, то есть, сами просто время чуть ближе вот к шестерке, исправляете просто время. Она любое время может вам разрешить исправить. Во-первых, если она все-таки выдает ошибки, проверьте все закладки, все ли они у вас заполнены. Нет ли где-то вашего, то есть, подчеркивания красного. Если она все вам проводит, то есть, и все достаточно очень хорошо, значит, она должна провести. Если все-таки ошибка, тогда вернитесь в предыдущий документ. Ну, допустим, в данном случае операция, введенная вручную. Откройте его и проверьте, выбрали ли вы склад в нижней строчке. Потому что склад, количество, вот здесь единичка должна быть. То есть, всегда. И она вам определит. Вот, ну, я уже по ошибкам своим слушателям могу сказать, что, если вы, допустим, ставите вот здесь количество 42 тысячи, а когда вы ставите на баланс, то есть, что программа делает? Она берет графу сумму, делит на ваше количество, и получается у нее первоначальная стоимость. Ну, вот если я здесь вдруг ошибусь, то есть, поставлю 42 тысячи, то у меня получится первоначальная стоимость 1 рубль. И поэтому в этом плане можно всегда, вот, я вам советую, вы всегда обращайте наоборотную сальдовую ведомость свою. Вот сейчас я еще раз зайду. В ней сразу все видно, все ваши ошибки. Если она вам где-то что-то раздваивает строчки, значит, то есть, ваша ошибка, то есть, именно ваших документов. А и вы делаете два. Операция вручную и принятие к учету. Сразу возвращаетесь и проверяете, правильно ли вы все у меня заполнили. И программа, она очень плавно, то есть, вам проведет основные средства. Если вы видите все-таки, что у вас все абсолютно правильно, и вы нигде не видите ошибки. Ну, бывают такие элементы, что программа, то есть, какой-то сбой вам дает. Я вам советую в практике, удалите этот документ, заново сделайте последовательно. Но только по порядку. Вначале активы внеоборотные, потом справочник основные средства, бухгалтерский учет и налоговый учет. Потому что у меня вот в группе была когда-то ошибка у слушателя. Когда я подошла к ней, то есть, к ее компьютеру, конечно, у нее все было правильно заполнили. Вот абсолютно все, и нигде нельзя было найти ошибки. Но потом она мне призналась, что я, Кембарисовна, вначале завела налоговый учет, потом бухгалтерский учет, потом основные средства, потом внеоборотный актив. А программа, она вот эти миллисекунды за ней, она просто проследила. И она ни в какую с ней не соглашалась. Не провожу и все. То есть, и пришлось просто удалить, и она при мне просто плавно сделала этот документ, и у нее все получилось. Ну вот так, то есть, делается принятие к учету у нас с вами еще сегодня будет. Поэтому, если даже возникли ошибки где-то, вы все равно можете их потом, то есть, отредактировать. Ну, а мы, то есть, у нас еще одно задание связано, но не с основными средствами, а не с материальными активами. Но я все-таки вам их покажу, потому что все-таки все связано с внеоборотными активами. То есть, но у вас выносит тоже учредитель, наш директор Иванов. Поэтому вы заходите, операция, операция, введенная вручную. Видите, раз учредитель, я захожу только в этот документ. Говорите создать, операция. Ставите дату. Ну, в нашем случае 10 августа. Содержание. Внесено. Исключительное право. Право. На компьютерную программу. Ну, можно добавить в качестве взноса вука. Обязательно, то есть, выделяете эту строчку, чтобы вам повторно потом не набирать такое длинное название содержания. И ее копируете. Можно использовать, как вы обычно используете. Ctrl-C или F9, как кому нравится. То есть, или правая кнопка мышки скопировать. Перейдем в табличку. Спускаемся в табличку. Добавить. Счет набираете 0,8. Из списка выбираете субсчет 5. Видите, написано приобретение нематериальных активов. Склад у нас здесь вас спрашивать не будет уже. Потому что это нематериальные активы. Количество ей тоже не нужно. Она вас просит только номенклатуру. Видите, она мне пишет подсказку. Нематериальные активы. Показать все. Создать. Появляется нематериальный актив. Да, окно. И вы можете сейчас копировать, но потом отредактировать. Потому что все равно можно использовать копирование. Но в итоге у вас всегда должно получиться только название. Исключительное право на компьютерную программу. И все. Вы как бы ее скопировать-то можете, но подредактировать. Все равно это быстрее, чем набирать полный список, то есть, допустим, вашего наименования. Теперь идете в вид NMA. Открываете. А здесь есть похожее, да, у нас название. Исключительное авторское право на программу для ЭВМ. Вот как видите, даже в один из есть вот такое старое понятие ЭВМ, электронно-вычислительная машина. Так вот, не забывайте про это. Потому что, помню, в теории Бухучета у меня всегда слушатели, когда самостоятельно делают задания, их почему-то сбивает вот слово ЭВМ. А это ваш компьютер просто-напросто. Поэтому, видите, даже в программе то осталось, то старое название. Амортизационная группа у нас будет считаться 10 лет, а это пятая группа. Выбрали амортизационную группу. Это ваш справочник. Нематериальные активы, да, у всех. Если когда-то в дальнейшем будете заниматься НИОКР, вот здесь у вас есть, видите, кнопочка. Расходы на НИОКР. Заходите, то есть добавляете для нее сведений. То есть, может, а этот же документ. Видите, расходы НИОКР, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, если кто-то не знает. А мы с вами в нематериальных активах. Все заполнили. Сказали записать, закрыть. Выбрали эту строчку. Кредит у нас учредители. А учредители у нас какой счет, так и хочется вас у всех спросить. 75,01, да, у нас с вами. А внес у нас Иванов, наш руководитель. Сумма 40,800. Сумму занесли. И содержание. То есть внесено исключительное право. Ну, можете сокращенно, потому что здесь содержание вы в практике будете сами заносить и придумывать по документам. Поэтому здесь особых требований от закона у вас не будет. Но самое главное, старайтесь все-таки заполнять более правильно. Но задержитесь вы в программе на секунду. Я понимаю, что у вас там тысячу документов. Чем полнее вы заполняете, тем полнее ваши регистры получаются. И всегда помните, если вам нужна, потому что я сейчас уйду уже, операция вручную. Если вам нужна бухгалтерская справка, это только операция вручную. Вот сейчас, видите, можете открыть хотя бы один раз. Окей. Она вам создать справку. Видите, я вполне набрала ей, и она у меня уже, видите, всю аналитику здесь заполнила. Содержание проводки тоже уже будет. То есть вы можете его распечатать. Он имеет статус первичного документа, бухгалтерская справка. И вы можете его применять и также пришить как документ, то есть в свои документы. И поэтому старайтесь ей опираться вручную и все-таки распечатать бухгалтерскую справку. Здесь, опять же, в программе, кто мне впервые знакомится, здесь, смотрите, можно и сохранить. Вот она, видите, в любой формате, то есть в вашем, которым вам нужно. Здесь же можно отправить по электронной почте, то есть в вашу печатную форму. Поэтому вы должны просто это использовать. Это наша печатная форма. Закрываем печатную форму. То есть и скажем записать и закрыть. У нас появилась вторая операция. Называем операцию вручную. Поэтому самое главное в операции вручную, могу вам сказать, что если вносит учредитель, операция называется. Если, допустим, будут безвозмездные передачи, вы должны поставить на учет. Тоже операция. И если вам нужно сторнировать запись, вот как бы мы не касаемся с вами в семинаре, это второй уровень, тогда вот видите сторна и тоже через операцию вручную. Допустим, прошел период, вы видите, что у вас там была ошибка, вам нужно сторнировать ее. Значит, заходите операцию вручную и выбираете тот документ, который вам нужен. И вы его сторнируете, программа автоматически выделяет все красного шрифта. Очень удобно. Самое главное, запомните, сторна находится, операция вручную. Но если все-таки планируете на второй уровень, который я вам все равно советую, то есть потому что я вижу, что он дает большую пользу, то есть поэтому я вам советую, сходите на второй уровень, он просто закрепляет ваш первый уровень, который вам дается когда-то сложно. И попробуйте даже сторнированные записи. Тоже вариант хороший. Ну а теперь давайте поставим на учет, да, нематериальные активы. Вы только это еще приобрели его. А то есть именно принятие к учету, конечно, раздел будет называться ОС и НМА. И посерединке находите нематериальные активы. И вот видите, там строчка есть, принятие к учету НМА. Можете выделять, если часто используете, как избранное. Вам будет наглядно, просто сразу видно. Вот видите, документ принятие к учету, открываете его. Ну, мы еще не делали, да, с вами сегодня, поэтому создать. Ставите дату, я возьму эту же. Десятое, ноль восьмое. Нематериальные активы. Давайте найдем из списка исключительное право. Опять же, счета не трогаем. Они уже зафиксированы здесь, в самом документе. Способ отражения, амортизация, счет 44. А почему 44? Потому что у вас на первом органе организация торговая. По этому счету у вас 44 используется. Не путайте. Просто часто спрашивают у меня слушатели по поводу того, что... А могу ли я 26? Да не можете вы 26 использовать. То есть у вас торговая организация. Вы можете 44. Вы не забывайте, что вот я связываю это... Ну, может быть, это как бы мой курс, поэтому я всегда связываю с налоговым кодексом на каждом курсе. Вы не забывайте, что в налоговом кодексе есть статья 120, которая называется грубое нарушение ведения бухгалтерского учета. И когда вы неправильно выбираете счет, это попадает под эту статью. А там штрафные санкции. А статью налогового органа, я могу категорично сказать, они просто ее любят. Почему? Туда относится абсолютно все. Нет первичного документа. 120 статья. Неправильно выбрали счет. 120 статья. И туда насобирать можно в каждой организации. Очень много минусов. И поэтому они ее очень часто используют. И поэтому счет вы должны четко знать. Если у вас нет производства, а только торговля. 44. Если вы все-таки какие-то счета используете, я вам сразу могу однозначно сказать. Приказ об учетной политике. Все туда. Прописали, используйте. И никогда проверяющий вам ошибок не напишет. Это вот, наверное, гарант, который вы можете использовать. Хотя вот иногда у меня в группах спрашивают, а можно написать не платить налоги? Нельзя. Этот вопрос у вас точно не пройдет. Поэтому таких вариантов, то есть у вас действительно не будет. И уходить от налогов нужно, конечно, разумнее по закону. Поэтому эта фраза не поможет. В любом случае. Даже если вы напишете. Ну, идем в бухгалтерский учет. Видите, счет 0,4. А теперь, вот смотрите, есть замечательная такая кнопочка. Рассчитать. Вы ее нажимаете. И из предыдущего документа она находит сумму 40,800. Но можно записать и вручную. Но лучше, я могу сказать, лучше, чтобы она ее нашла, эту сумму. Лучше вернуться в предыдущий, посмотреть, почему она ее не выбрала. И найти вот эту ошибку. Теперь способ поступления, раз у нас учредитель, вклад в уставный капитал. Верно? Срок использования раз 10 лет умножим на 12. 120 месяцев. Я думаю, что вы согласитесь, что это 10 лет. И способ начисления, ведь их 3, согласно ПБУ 14, мы выберем линейный. Но категорично тоже не относитесь к этому. То есть, потому что вы можете по учетной политике выбрать любой способ. Амортизация, счет 0,5. Но в 1С у субсчета здесь нет. Идем в налоговый, да, учет. Рассчитать. 40,800. Постоянные временные разницы она сама вам просчитает. И обязательно срок полезного использования. 120 месяцев. Понижающие, повышающие коэффициенты, опять же, то есть, согласно нашей с вами налогового кодекса. Вот видите, как я вам все в налоговый кодекс, вы, наверное, уже поняли направление ваше. То есть, связывание с налогообложением, правда ведь? Ну и скажем, провести и закрыть. Она все плавненько вам проведет. То есть, как бы, первое время кажется всегда, что она, как бы, диктует вам условия. Но когда вы уже поймете, как она вам действует, и где найти ошибки, вы сами поймете, что вы ей будете диктовать условия. И она всегда у вас будет проводить. Это я могу гарантировать просто. Поэтому самое главное, то есть, если появилась ошибка в предыдущий документ, зашли, посмотрели, то есть, где вы могли допустить ошибку, исправили ее, и она плавно будет у вас проводить всегда. Это у нас касаемо операции вручную просто. Поэтому всегда просто запоминайте. Операция вручную касается учредителя. Ну, может быть, эти элементы вы не сильно будете использовать в практике, потому что это когда с нуля. А мы с вами пойдем сейчас, будем покупать наш компьютер. Потому что компьютер, он нам нужен, и вы уже, наверное, не один раз поняли, что мы без компьютера не сможем, да, с вами существовать. Даже когда отключится, наверное, свет, я так думаю, когда вы даже приходите на работу, то есть, или особенно домой, вы себе, наверное, чувствуете, что вам нечего заняться, потому что компьютер не работает. Поэтому в этом плане, то есть, будет сложнее нам без компьютеров, правда ведь? Ну, давайте зайдем в раздел покупки. Мы покупаем сейчас с вами. Поступление. Я пойду через покупку. И скажем поступление. Ну, вот еще один вариант, который как-то слушатели первого, второго уровня категорично мне отвечает. Но процесс есть. Видите, видеоролик. И вы можете использовать. Но обычно в группах они очень дружно мне говорят, тем более, что некогда. Видеоролики мы использовать не будем. Но вариант есть посмотреть его. Ну, а мы скажем больше не показывать. Вот еще один видеоролик удаления в программе. Больше не показывать. Вот видите, она еще вам процесс отбора сортировки может показать ролик. Поэтому на первом этапе я вам советую в программе, вы их не отключайте в практике. Может быть, пригодится. Ну, даже поступление, и то она вам окно открывает. Ну, а раз мы покупаем основные средства, значит, точно поступление и ваш вид операции, оборудование должно быть. Потому что связано с основными средствами. Номер накладной я возьму из вашего условия 35. Дата 27.07. Ваш контрагент, который вы заранее завели, я просто буду брать из базы альфа. И заходите в договора. Может, а счет здесь 15-й не поможет сейчас. И скажете, можете даже сразу сказать, создать. Открыли. Номер 35. Вот сейчас даже продемонстрирую вам. Вы сразу увидите, как замечательно в программе она быстро корректирует. 27.07. Ну, в крайнем случае, вот здесь она как-то не среагировала. Она зафиксирована в базе. 35, давайте исправим тогда. 27.07. Вообще, как бы, когда вы на первом этапе это заносите, все равно она должна скорректироваться. Просто здесь зафиксирована просто в базе, поэтому на втором уровне. Поэтому она не показывает. Счет 35.27.07. Где расчеты? У вас здесь есть, вот смотрите, строчку. Установлен срок оплаты. Вы ставите галочку. Сами сроки она берет из параметров учета. Видите, она 20 дней поставила. Если ваш договор все-таки меньше срока, вы можете поставить, что у вас срок оплаты 5 дней. А затем, как только превысит 5 дней, это будет считаться сомнительными долгами. Она, то есть, будет строить вам отчеты все. Заполнили. Сказали записать и закрыть. Появился, да, счет 35. Сразу обязательно проверяйте, во-первых, склад оптовый. НДС сверху. Может, это счет фактуры сейчас будет создана здесь. И спускаетесь в вашу табличку. Скажете, добавить, показать все оборудование, объекты, основных средств. Я заведу новый объект. И скажете, создать. Компьютер. Ну, если вы нормально относитесь к названию нашего компьютера Acer, я вам заведу Acer. Как мы относимся к такой фирме? Покупаем мы его? Покупаем, да? Ну, может быть, то есть, что-нибудь покруче, да, купим. Если деньги будут. Основная номенклатурная группа. Все, занесли. Это называется номенклатура, не забывайте. Записайте, закрыть. Выбираем, да, наш компьютер. Количество 1. Цена у нас 40 500. И смотрите, программа вам посчитала сразу всего 47 790. Видите, то есть, она отразила. Здесь же всегда я вам советую, вы проверяете колонку, графу, счет учета. А связана она с номенклатурой. Просто вот как только вы, я вот сейчас вернусь с номенклатуры, как только вы у меня выбрали, открыли оборудование, объекты, основных средств, она уже знает, что это ваш счет 0,8. Но если вы нечаянно занесли отдельно, вне группы, вне группы, то тогда она будет брать это по умолчанию. Счет 41. Где она это? То есть, выбирает, я вам сейчас напомню, просто зайду в справочники. То есть, она берет, вот смотрите, из регистра справочники, номенклатура. И вот вверху, видите, у вас здесь есть регистр счета учета номенклатуры. Она отсюда это берет. Если она не находит какую-то нужную строчку, которая ей нужна, а вы не открыли эту группу, она берет вот эту пустую строчку. И ПИЗЕ пишет 4101. Конечно, исправить ручную можно, но лучше сделать эту автоматизацию, чтобы она у вас была. Или хотя бы проверять, то есть, чтобы в номенклатуре, вот где мы с вами смотрели в номенклатуре поступления, то есть, вот сейчас я еще раз открою, чтобы вы посмотрели, чтобы вы открыли вот оборудование, что это 0,8 счет. И выберите компьютер, то есть, она уже будет знать. И вот здесь никогда не будет ошибок просто. И всегда будет 0,8. Потому что он находится, видите, далеко графа, и вы не всегда можете увидеть, то есть, поставила она у вас 0,8 или нет. Поэтому можете, то есть, использовать, иногда себя контролировать. Теперь вниз вы всегда идете при покупке. Я не зря вам сегодня сказала, что это в курсах идеал, потому что поставщик вам должен поставить счет фактуру. Обязательно. И вот если на столе оно у вас есть, это счет фактура, и вы ее держите, вот тогда вы спускаетесь вниз. Если ее сейчас у вас нету, а только накладная, то, что вы зарегистрировали, значит, скажете провести и закрыть просто. А потом зайдете в эту строчку, когда она придет, когда придет, и она у вас появится. Да, вопрос. Ну, а почему они не вводят, а вдруг на упрощенную у меня переведут на общую систему налогообложения? Ну, не обязательно. Ну, тем не менее, то есть, лучше всего заводить. Чтобы она у вас была, то есть, просто счет фактуры, а просто опасения есть, когда ваши обороты вы на упрощенную превысят определенную долю, вы автоматически переходите на общую систему налогообложения. А документы вы, допустим, вы заранее, то есть, не заводили, и вам придется в них возвращаться тогда. А так, да, то есть, можно, не обязательно, потому что вы у меня не плательщик НДС. Поэтому можно. И вот, когда вы получите у меня счет фактуры, то снова возвращаетесь в этот документ, ставите номер 35, но на курсе, смотрите, то есть, она вам на первом уровне, она копирует вам накладную счет фактуру. А вы смотрите в документ, какой номер там будет. Это просто условно здесь сделали в задании. И ставите тот номер, который указан в вашей счет фактуры. Ту же самую дату она, видите, скопировала мне с накладной. А вы ставите ту дату, которая указана в счет фактуры. И говорите зарегистрировать или просто провести и закрыть. Если вы сейчас скажете провести дебит, кредит, она вам запишет операцию. Ну вот особенно на том этапе, когда вы заканчиваете только теорию бухучета, я могу сказать просто молодец. Правда, наша программа записала сразу две операции. Поэтому в этом плане, да, то есть, можно ее похвалить. Затем, где вот счет фактура, ну, она сейчас не поставит возмещение, но если вы хотите увидеть возмещение или налоговый вычет, тогда нужна в ссылку счет фактура зайти. Дебит, кредит, но ее не будет, потому что это основные средства. А она их поставит при формировании книги записи, книги покупок и книги продаж в дальнейшем. Поэтому не забывайте, ее не будет. Но если вы не хотите отражать, это же основные средства, они же дорогостоящие в книге покупок. Вот ваша строчка. Если вы хотите, чтобы в вашей книге покупок не отражался ваш вычет, потому что это ваше право в основном. И поэтому это зависит просто вот от этой строчки. Всегда помните об этом. Ну, я закрываю счет фактуру и говорю провести и закрыть. И мы с вами купили. Но в дальнейшем задание, оно идет вместе с оплатой. Я вам просто из одного документа сейчас покажу. В дальнейшем я бы хотела, чтобы вы элемент создать на основании просто полюбили. Ну, допустим, зашли в покупку. Пошли, то есть кнопочку еще. И нашли элемент ваш создать на основании. Видите, сколько документов можно на основании сделать. И нашли платежное поручение, которое вы, допустим, делаете все-таки в 1С. Она откроет вам, видите, то есть в чем преимущество. Если бы я пошла просто в банк и касса, был бы пустой документ. А на основании покупки, видите, то есть она абсолютно все мне заполнила. Почему я вам всегда говорю на курсах? Вы должны это просто полюбить для себя. От, ну давайте эту же дату возьмем, 27.07. Статья ДДС. Есть просто общее понятие. Плата товаров, работ, услуг. Хотя внеоборотные активы в списке у вас отсутствуют. Платежное поручение вы можете здесь создать. Можете открыть платежное поручение. Вот сказать ей окей. Посмотреть, вот она форма. Ну, в практике вы это не используете в основном. Потому что вы уже ушли у меня от печатной формы. Но чтобы попасть в выписку, можно прямо из платежного поручения попасть. Но только в том случае, если вы заходите вовнутрь платежного поручения. Вы идете вниз. Говорите оплачено. И заходите вот в эту ссылочку синенькую, где написано. Ввести документ списания с расчетного счета. И его открываете. Вот это ваша выписка. Списание с расчетного счета. Вы меняете только дату. 27.07. Если вы сейчас скажете провести дебит-кредит, она вам покажет операцию. Особенно день в день проверяйте ее. Вот сейчас она мне показала 60.01. Но она могла мне показать и 60.02. И особенно когда день в день, я вам советую, проверяйте свою программу. Она может просто обнулить и исправить время. Особенно если ваши документы, допустим предыдущие, очень часто встречаются. Стоит время 23 часа 59 минут 59 секунд. Все. Если в эту дату попадает документ любой, с этого момента она всегда вам будет ставить 23, 59, 59. И предыдущий документ она просто не увидит. Ей не видно будет. Потому что там 59 секунд, здесь 59 секунд. Тогда вам, то есть ваше направление, идете просто в покупку, открываете одну секунду, и ей, то есть говорите, то есть раз простор такой. Не 59, а 58. И она, то есть соответственно, вам уже увидит этот документ. И уже в списании она не покажет вам авансы. Но иногда бывает в программах, что вам приходится несколько раз сказать. Провести, дебет, кредит, пока она не исправит, 60,02 на 60,01. Здесь бывают, то есть элементы, поэтому несколько раз. Ну а мы скажем в списании провести, она попала у вас в платежное поручение, вы снова скажете провести и закрыть. Ну можете проверить. Банк и касса, платежное поручение, вот оно платежное поручение с вашей галочкой, видите ярко-зеленой. Значит выписка у вас точно проведена. Но выписку все равно нужно будет проверить. Банк касса, банковские выписки, чтобы она у вас присутствовала, вот она, видите. А когда вы работаете банкой клиента, я сразу скажу, ваша кнопочка загрузить. И вы загружаете с банка клиента вашу выписку, и она попадает, то есть в вашу программу 1С просто. Потому что вручную, как на курсах, мы с вами не ходим в банк уже, а мы работаем в банке-клиенте просто. Первичным документом для списания, вот у нас, для нас платежка или выписка? Выписка, выписка отражается на счетах бухгалтерского учета. А то, что говорят, что выписки это только сфорные документы. Ну и что? То есть платежное поручение, оно не формирует операцию, формирует только выписка. Вы даже вот в самом документе, когда вы делаете платежное поручение, смотрите, нет у вас ни дебита, ни кредита. Все. А как только вы загрузили из банка клиента банковская выписка, вот он появился элемент. И вы его сразу видите. И поэтому, как только появилась выписка, вы его провели, отразилось на счетах бухгалтерского учета. Потому что бывает так, что платежное поручение отдали в банк, а оно не провелось. Все. И операцию вы не можете поставить на основании платежного поручения. А вот на основании выписки вы можете. У вас строчка появилась в выписке. И вы ее загрузили. Только выписки с банка клиента не забывайте, распечатывайте. Проверяются документы, но не база. Вообще я не хочу, чтобы ваши базы проверяли. Потому что они у нас сильно в плохом состоянии пока. Поэтому выписка, помните всегда. Ну а теперь давайте поставим его на учет. Наш компьютер, покупку мы испробовали. Нам нужно пойти в разделы сейчас ОС и НМА. Опять же документ принятия к учету ОС. Открываете. И говорите создать. Потому что он у вас новый документ. Но опять же я условно возьму эту же дату. Потому что здесь она делает всегда ошибки. Программа. 27.07. Мол у нас, раз компьютер, мы возьмем себе в бухгалтерию Снежина. Местонахождение, администрация. А вот способ поступления, когда вы покупаете, это будет приобретение за плату. И вы его используете. Потому что вы оплачивали за компьютер. Оборудование. Компьютер Асер. Выбрали. И наш склад. Обязательно оптовый склад. Теперь идете в основные средства. Вот сюда закладочку серенькую. Заходите в желтую строчку. Показать все. Видите, компьютера Асера нет. Компьютер вам не поможет. Это другой компьютер в базе. И вы скажете создать. И набираете ваше название. Компьютер Асер. Так, английский, да, у нас получился. Асер, да, записали. Группа вторая. Ой, офисное оборудование, извиняюсь. Амортизационная группа у нас вторая. Все. Закладка только главная. То, что я вам сегодня сказала. Поэтому вы его используете. И скажете записать и закрыть. Да, от 16 сентября так и оставляете его там. Сведения, то есть вы не меняете. То есть не тратьте время на это. Теперь идем в бухгалтерский учет. Способ отражения. 44-й счет. Срок полезного использования 25 месяцев. Налоговый учет. 25 месяцев. Вообще нам нужно тоже, у нас же меньше 100 тысяч, да, поставить. Поэтому идете, то есть где у вас написано. Порядок включения всегда. И включение в расходы, да, при принятии к учету. Ну, а счет будет также 44-й. И скажете провести и закрыть. И появится у вас компьютер. Асер, да, в списке. Ну, один раз еще вам покажу. Вот выбытие основных средств. Потому что в курсе, то есть первого уровня, он делается только один раз. Поэтому раз у вас компьютер вышел из строя, вы его списываете. Но у нас чрезвычайная ситуация, поэтому вы идете ОС, НМА. Вы бытие находите. И говорите списание ОС. Зашли. Скажете создать. Дата. Ну, давайте возьмем в августе. 10 августа. Причина списания. Показать все. Их у нас, видите, нету, да. Вы говорите создать. И набираете в связи с чрезвычайными обстоятельствами. В связи с чрезвычайными обстоятельствами. Дополнили. Сказали записать, закрыть. Он у вас список попадет. Причину. И вы его выбираете. Затем обязательно местонахождение. Или она его у вас не проведет. Администрация. Видите, напротив. Статья расходов. В справочник заходите. Обязательно. Показать все. Можете увеличивать всегда экран. И найдите, то есть, мне прочие, то есть, вне реализационные доходы и расходы. Ну, желательно, вот, которые у нас с вами с базой. Оставляется код 005. Где наименование всегда смотрите. Прочие, вне реализационные доходы и расходы. Выбрали. Вот, по Польше откройте, то есть, найдите код 005. Там нули, то есть, и тут. И там будет элемент и такой шарик, то есть, нарисован. Выбрали. Теперь идете в табличку. Компьютер Асер, да, у нас с вами. Скажете, провести. Дебит, кредит. Вот здесь программа, она еще больше, то есть, молодец. То есть, в том плане, что она посмотрела, что вы поставили на учет в июле. Она, смотрите, начислила вам амортизацию. Это первая операция. 4402. Списала эту сумму амортизации. Нашла вашу первоначальную стоимость, которая была в июле у вас поставлена. И списала остаточную. 38,880. Поэтому то же самое отразилось, видите, в налоговом учете. Как бы все операции она сразу просто увидела. Даже если их выбывают тысячи, выбывать, на все элементы это все равно у вас будет видеть. Что вы поставили на баланс, а сейчас вы это списываете. И она вам, то есть, это осуществит. Это называется выбытие основных средств. Не забывайте. Здесь же есть акт на списание. Можете открыть, посмотреть, то есть, когда делаете в программе. И она все вам посчитала. Видите, 4500, 1620, 38, 880. И сказали провести и закрыть. Ну, вот это наши с вами основные средства. Где проводится амортизация. Амортизацию вы можете начислить ее при закрытии периода. Поэтому вам можно пойти. Операции. Закрытие месяца находите, то есть, ваш элемент закрытия периода. Будем определять, то есть, так как у нас июль, а у нас здесь август. Вот, видите, то есть, 31 декабря, ну, потому что это на втором базе сделано, придется пойти до 31 декабря, чтобы посмотреть хотя бы элемент. Вообще, всегда обращать внимание, если она нам пишет вам в скобках, она вам всегда будет выдавать ошибку, что вы это не закрыли. Поэтому вам нужно подвести курсор к перепроведению документов и сказать выполнить операцию. Ну, вот окно она откроет, показывает, что она у вас работает. Видите, то есть, перепроведение документов она делает. Ну, придется хотя бы один элемент. То есть, дойдем до июля, до августа нам нужно дойти с вами сейчас. Нам нужно обращать внимание на первый блок и смотреть, то есть, где у вас амортизация, или иначе она вернет нам в этот объект. Вот видите, амортизация. Подвели курсор, сказали выполнить операцию. Ну, так как объекты, база у меня сейчас второго уровня, она заполнена, поэтому объекты здесь есть. Снова подвели курсор и показать проводки. И те объекты, которые у вас есть в наличии, она вам, видите, сразу начислила амортизацию. Их у меня сейчас три. Компьютер, автомобиль, торговое оборудование. Ну, еще наш компьютер будет в августе только. Идем в февраль. Снова подвели курсор к амортизации, выполнить операцию. Она это перепроведет вверху и начислит вам амортизацию. Видите, она начислила. Подвели курсор, сказали показать проводки. Она вам в следующем месяце показала. Ну, а теперь давайте последовательно будем перепроводить, то есть, амортизацию. Но нам нужно дойти до августа. Амортизация. Выполнить операцию. Она сразу проведет и начислит амортизацию вам. И вы пойдете в следующий элемент. В апрель тоже подвели курсор. Курсор. То есть, амортизация, выполнить операцию. Она перепроведет вверху документы. То есть, и будет это использовать. Так, идем в мае. Теперь мы уже в мае с вами. Подвели курсор. Сказали выполнить операцию. Ну, вот здесь я вижу, она никаких операций не была. Июнь. Снова подвели. Мне нужно, то есть, найти, где у нас поставлен на учет амортизации. Вы должны мне дойти до... Вот видите, июля у нее операция вручную была. Мы делали сегодня на семинаре. Восьмого июля. Видите, она сразу мне показывает сумму. То есть, у вас там и был документ просто. Так, ну, вот здесь, то есть, она выполнила июль. Идем, то есть, в август. Снова подвели курсор амортизации, выполнить операцию. Вот сейчас нам август нужен. У нас появится наш с вами и компьютер, и МФО. Ну, компьютер она повторно не покажет, потому что вы его списали в августе. А вот амортизацию МФО вы можете увидеть. Показать проводки. Видите, она мне добавила МФО. 1680. Но компьютера Асера у вас здесь не будет. Почему? Потому что в акте на списание она уже провела амортизацию. И повторно вы здесь можете ей просто довериться для себя. Ну, вот это делается при закрытии периода. Если будут сложные элементы в практике, значит справки расчеты. Амортизация открыли, амортизация открыли документ. И все вот нюансы, особенно сложные элементы, вы можете просто использовать для себя. Видите, она все объекты сюда занесла, хоть их тысячи будет. И вам будет видно, как она посчитала амортизацию. Видите, она пишет, какая графа на какую она разделила для себя. И вы будете использовать. И в первом же уровне, закройте сейчас месяц, то есть показываются ваши отчеты. Потому что на втором уровне вы их почти не рассматриваете. Поэтому вы идете ОСНМА, ведомость амортизации ОС. Ставите период, допустим, с 1 июля, я последнего поставлю, 30 сентября. И скажете сформировать. Она сформирует вам вашу ведомость амортизации. Но распечатывается она за месяц, не забывайте только. Ведомость амортизации вы должны ее распечатывать. Она покажет, где у вас остаточная стоимость. Вот здесь можете посмотреть как раз ваш объект. Вот компьютер АСЕР, он видите, то есть списание, уменьшение стоимости. Пошло списание, то есть объекта. И сальдо, конечно, по нашему компьютеру, видите, 0, остаточная стоимость. Это ведомость амортизации. Также через этот раздел ОСНМА здесь есть инвентарная книга. Но это за год распечатывается. Заходите, ставите период 1 января по 31 декабря, потому что погоду. И сказали сформировать. И те объекты, которые у вас были, то есть вы можете их использовать для себя. Ну, компьютер АСЕР почему повторно? Потому что одна строчка принятия к учету, а вторая строка, то есть она идет с писанием. Видите, там документ с писанием идет. Поэтому получилось две строчки вроде как одинаковые сразу. Это второй документ по отчету основных средств. И третий документ, который вы используете обязательно, это инвентарная карточка ОС6 называется. Поэтому вы и идете. То есть у меня ОСНМА. Даже справочники мы зайдем. Основные средства найдите строчку. И вот давайте тот же компьютер АСЕР мы с вами его и откроем. И еще кнопочку найдите. И там есть инвентарная карточка ОС6. Вот наша инвентарная карточка. Здесь вот очень наглядно есть и принятие, и списание. И вы можете ее потом уже распечатывать. Называется это отчеты. По основным средствам. Вот такой фрагмент у нас с вами может присутствовать на первом уровне. Если вы еще не ходили, то есть я сразу скажу. Тогда я вас приглашаю, но следующая моя группа будет 10 октября. Ну а я перейду во второй уровень, и мы немножко попробуем, сколько успеем. То есть именно с доп. расходами, что вы могли использовать. Ну и еще раз давайте купим. Покупки. Поступление. Скажите, поступление. Оборудование. Ваша накладная, то есть будет номер 15. Дата 15 января. Контрагент у нас также альфа. И счет как раз 15, как раз вот то, что у нас с вами высвечивалось на экране сразу. Склад у нас оптовый, не забывайте. НДС у вас сверху. Скажете добавить, но так как второй уровень, он у нас с вами занесен в базу, потому что на первом уровне вы только заносите в программу, здесь вы просто выбираете из списка станок. Количество 1. И цена у нас с вами 40 тысяч рублей. Всего у вас должно получиться 47 200. И она вам сюда его занесет, да, уже сразу. Но у нас с вами есть счет фактура. Поэтому вы вниз спускаетесь, говорите номер 15. 15 января условно. И сказали зарегистрировать. А после этого говорите провести и закрыть. И вы купите, купили у меня, то есть просто основные средства. Но вот если на первом уровне вы видели, что это просто покупки, на втором уровне вам здесь усложняет немножко ситуацию, чтобы вы испробовали, потому что бывает так, что вы покупаете основные средства, но у вас еще есть транспортная организация, которая вы доставляет основные средства ваши. И вы находите просто вашу покупку, находите создать на основании элемент. И вы должны найти в другой элемент, он называется поступление до просходов. Найдите его из списка или себе запишите, что поступление до просходов. Откроется другой документ. Но это так, как это услуги, видите, там строчка акт появился. Допустим, 20 января, допустим, вы доставляете. Поставщика можете оставить альфу, может, там тот же поставщик. И скажите показать все, там у вас есть строчка счет 22. Значит, дату давайте исправим 18 января, потому что в базе указано. Исправили. Счет 22 вы должны выбрать. НДС у вас сверху. Если ваши услуги все-таки на 76 счете, тогда вот ваша ссылка, видите, расчета 60. Вы просто в нее заходите и меняете счет 60 на 76. Теперь сумма. По нашему условию, это наша сумма 2360. А НДС у нас сверху. Тогда, то есть мы сейчас с вами посмотрим, у нас сумма должна быть... Сверху 2000. Внизу у вас есть тоже счет фактура, верно? Мы поставим такой же номер, 20, 18 января. И скажете зарегистрировать. Если вы вверху сейчас просто скажете провести, дебет, кредит, она вам тоже поставит на 0,8. Видите, счет собирает она, затраты. Но нужно всегда делать на основании того документа, чтобы это попало на 0,8 счет. Это называется долб расходы. Не забывайте. А теперь вот способ распределения объясню. Если вы везете один элемент номенклатуры, вот как вот мы сейчас с вами, станок, то вы тогда говорите по сумме. Но если вы везете несколько номенклатур, чтобы она распределила равномерно в калькуляцию, вы тогда должны выбрать по количеству. Поэтому эти элементы можете для себя пометить, потому что на втором уровне вы все равно выбираете по сумме. Вы станок везете. Где товары? Вот товары, закладочку зайдем, давайте. Я вам покажу. Здесь еще одни доп. расходы есть. А теперь вы должны просто запомнить для себя в практике, что вот где закладка главная, доп. расходы, это транспортные услуги. Но если у вас еще плюс, есть дополнительные расходы, тогда закладка товара. И вы здесь указываете сумму. Она соединит все эти доп. расходы, все въедино. И поставить на учет как основное средство уже со всеми вашими доп. расходами. Поэтому здесь самое главное, чтобы запомнили. Главное, транспортные расходы, товары, дополнительные ваши расходы. Ну, допустим, разгружают, да, станок. Еще добавились расходы ваших работников. Вы указали сумму, это окажется все на 0,8 счете. То есть это, которое будет касаться Альфы, да? Это, то есть касается, ну да, Альфы, то есть ваша организация. Можно какие-то дополнительные расходы, кроме транспортных услуг. То есть если у фирмы Бета еще получим... Ну, дополнительные еще услуги, тогда вот здесь сумму еще. Документ отдельный будет. Провести и закрыть. Ну, только на основании покупки. Провести и закрыть. Она вам проведет. Где находятся ваши доп. расходы покупки, поступления доп. расхода. Вот она строчка. И они у вас здесь и есть, видите? Они присутствуют у вас. Есть доп. расхода. А теперь вам нужно поставить на учет. Оплату я уже не буду показывать, как вот в курсе, тоже в курсе. Придете, посмотрите. А вот принятие на учет мы с вами сейчас сделаем, и вы увидите, что она соединит вашу покупку и плюс доп. расхода одновременно. И поэтому вы пойдете ОСНМА, принятие к учету, и скажете создать. Ну, давайте, то есть, поставим его на учет 20 января. Мол, Иванов, у нас директор за все отвечает. Местонахождение, так как это у вас оборудование, то есть, выберите, то есть, для себя, то есть, ну, допустим, производственное, да, подразделение, то есть, а в основном это цех номер один. Попробуйте выбрать цех номер один, чтобы она вам показала их. Поступление, то есть, открываем. Приобретение заплату, да? Вы же купили? Оборудование, станок. Почему меня заполняем? Склад у вас оборудование. Все, заполнили. Видите, то есть, все ячейки просто заполняются, да, при принятии на учетах. Основные средства. Заходите в эту строчку. Ну, станок, он заведен, поэтому вы здесь просто выбираете на втором уровне. Станок. Бухгалтерский учет. Смотрим, что у нас не заполнено. У нас не заполнено способ отражения расходов. Вы скажете показать все. Вы не можете сейчас 44, вы на втором уровне находитесь. А он находится у вас в цехе номер один. И вы должны выбрать амортизацию цех номер один. И срок полезного использования, раз это оборудование, 60 месяцев. Теперь идете в налоговый учет. Но у нас с вами все равно меньше, да, 100 тысяч там. Значит, мы тоже так же должны сделать. Включение в расходы по принятию к учету. Выбрали. Ваш счет амортизации 20. Заполнили основные закладки. И идете вверх, говорите, провести. И дебет, кредит. И она возьмет 40 тысяч, станок сам, и 2 тысячи услуги. Видите, то есть она собрала мне одновременно. 0,1, 0,8, 42 тысячи рублей. Если надо более подробно, сейчас скажите, провести и закрыть, и более подробнее посмотреть, тогда отчеты. Карточка счета. Период 15 января по 20 января. На счет 0,8, 0,4. И скажите, сформировать. Он видит, то есть она вам весь объем, то есть ваших документов, сюда уже запишет. Он видит, то есть станок покупка, да, 40 тысяч. 2 тысячи доп. расходы. И она собрала эти две суммы и поставила 42 тысячи вам на баланс. И получилось на 0,1 счете 42 тысячи уже. И как бы все доп. расходы она будет собирать у вас просто въедино. Это вот с точки зрения доп. расходов. Но может быть такой еще вариант, когда вы основные средства создаете сами. Монтаж делаете. Есть такое понятие, вот в бухучете вы у меня изучали. Передано, то есть оборудование в монтаж. И все затраты, которые вы покупаете, отражаются на счете 0,7. Ну а мы с вами, то есть попробуем осуществить хотя бы маленький фрагмент этого элемента. И вы посмотрите. Вот эта же тема, оборудование в монтаж, можно использовать, когда происходят строительно-монтажные работы. Но я просто вам могу посоветовать, если все-таки вы занимаетесь строительством, в 1С бухгалтерии нет строительных документов, КС. Поэтому нужно обязательно купить программу 1С, то есть бухгалтерия в строительных организациях. Там они у вас будут. А маленькие фрагменты вот из строительно-монтажных работ здесь можно осуществить. Поэтому вы идете сейчас у меня. Покупки. Просто поступление. Нам нужно купить вот эти объекты. Поступление. Также оборудование еще пока. Оборудование. Накладная у нас с вами здесь номер 1. Дата 1 февраля. Ну, в данном случае мы покупаем у контрагента БЭТА. Видите, она сразу мне выбрала, то есть по договору, потому что в базе, то есть второго уровня уже заведены договора. Склад у вас оптовый. Ну, в данном случае, так как это не один объект, а будет и швейная машина, и транспортная, транспортер, лучше пойти через подбор, который вы не сильно у меня на первом уровне всегда любите. Подбор. Но группу, смотрите, вы сейчас должны выбрать оборудование к установке. С ней связан счет 0,7. Видите, сразу она вам выбрала список. И вы говорите, гладильная установка у вас одна. Цена, я вам подскажу, 40 тысяч. Окей. Теперь транспортер тоже один. Цена у него 15 тысяч рублей. Окей. И швейная машина. То, что нам уже занесли в базу, 3. А цена каждой машины 25 тысяч рублей. Внизу у вас сейчас должно получиться 130 тысяч рублей. Как только вы подобрали все ваши элементы, которые вы будете монтаж делать, вы говорите перенести в документ. И если вы прокрутку продвинете, то есть чуть ниже, смотрите, как только группу вы выбрали оборудование к установке, обратите внимание, программа вам сразу выбрала счет 0,7. Потому что у вас будет монтаж сделан. Счет фактура у вас есть. Я условно также возьму единичку, 1 февраля и зарегистрировал. Все, купили. Провести и закрыть. Вторым документом у вас должно быть это передано оборудование в монтаж называется. Если кто осуществляет, тогда себе пометьте. Лучше всего пойти ОСНМА и у вас есть специальный документ передачи оборудования в монтаж. Вы в него заходите, говорите создать. Дату мы возьмем из нашего второго уровня. У вас 10 февраля. Объект строительства, скажите, показать все. Видите, там здесь уже заведено швейное оборудование. Склад оптовый. Оптовый у вас все равно оптовый склад. И статья затрат. Показать все. А они у вас уже будут заведены. Вам нужно найти, то есть именно оборудование связано с монтажом. То есть оборудование, требующее монтажа. Но в базе-то оно заведено, а в практике вы должны его завести обязательно. Выбрали. И обратите внимание, что счет затрат 0.8.3. А это связано со строительством. Если вы его откроете, счет сам. Видите, строительство. Но когда вы создаете строительство, это всегда один и тот же счет. И создание, и строительство считается. А затем вы спускаетесь просто вниз и снова делаете подбор. И подбираете все ваши элементы оборудования к установке. Гладильная установка. Видите, уже количество через подбор появилось. Одна. Транспортер. Один. Чем подбор очень удобно. И швейная машина у вас три. Должно получиться у вас три строчки. И вы скажете, перенести в документ. Она вам покажет, что счет учета 0.7 был. А теперь, если вы все занесли, то есть говорите, провести дебет, кредит. Она вам покажет, то есть вашу операцию. 0.8.03, кредит 0.7. Видите, она списала весь 0.7 счет. Но здесь в дополнение еще одна операция делается. Почему? Потому что монтаж у вас осуществляется ваша организация. А это у нас хоспособом называется. А по умолчанию она, видите, пишет подрядный. И здесь на втором уровне вы используете вот этот элемент, который вы первым не использовали. Ручная корректировка. И когда только вы поставили галочку, вы можете просто поменять хоспособом. Вы здесь только меняете одну строчку. Хоспособом. Потому что если галочка не проставлена, вы не сможете изменить. А так вот ручную корректировку можно менять. И счет поменять. И наименование, если вам нужно корректировки сделать. Вы все можете изменить. И вы скажете записать и закрыть. Но с этого момента, обратите внимание, у вас появился карандаш. То есть это говорит о чем? Что вы делали в базе корректировки. Сами. И вы скажете провести и закрыть. Вам всегда будет видно их. На 08 вы перевели. А теперь вам нужно сделать принятие к учету. Ну давайте уже доделаем этот документ. Вы идете ОСНМА. Принятие к учету. И скажете также создать. Дата 15 февраля. Мол у нас везде Иванов. Местонахождение. Вот единственное мы не проверили. Мы там с вами меняли. То есть в цех. Давайте мы проверим. Сейчас я у вас. ОСНМА. Можете вместе со мной. Передача. Монтаж. Ну здесь вроде мы нигде. Да не меняли с вами. Ладно. Так. Местонахождение. Цех номер 2. А вот способ поступления вы в этот раз должны создать. Сделать строительство. Создание. И обязательно поменять первую строчку. Вид операции. Еще один объект. Объекты строительства. Она поменяет вам форму. Вы должны изменить вид операции. Объекты строительства. Способ поступления. Строительство. Создание. А объект строительства у вас будет швейное оборудование. И теперь когда вы нажмете рассчитать. Она найдет вашу сумму. 130 тысяч рублей. То есть предыдущий ваш документ тогда. То есть передача оборудования в монтаж. Зайдите в ООСНМА. Потому что у вас должно быть 1 и 1 3. Швейная машина у вас 3 штуки? 3. Должна она. То есть она вам найти. То есть эту сумму. Тогда в покупку. Покупки. Поступления. То есть ей посмотрите. То есть у нас сумма должна быть 153 400. 153 400. Должна. То есть она провести. То есть нужно тогда она будет найти потом ошибку. Принятие к учету. Можете вручную исправить. 130 тысяч рублей она разрешит вам здесь. Основные средства заходите. Показать все. Там уже занесено швейное оборудование дополнительно. Бухгалтерский учет. Способ отражения. Ну придется нам зайти показать все. Потому что здесь еще не заведено. И давайте скопируем вот эту строчку цех номер 1. Скопировать. Смотрите, она ничего не отразила. Поэтому нам нужно с вами написать амортизация. Амортизация. Счет 20. Цех номер 2. Хотя вы сделали копирование, но она все равно не скопировала. Какой он трубой надо было сделать? Добавить. Счет затрат 20. 0,1. Цех номер 2. Затем найдите, то есть номенклатурную группу пошив одежды. Ну а статья затрат оборудования требующего монтажа будет у вас. И записать и закрыть. Она появится у вас в списке. Цех номер 2. И вы его сейчас выберете. Срок полезного использования 60 месяцев. Ну, ваше основное средство сейчас у вас 130 тысяч. А это больше, чем 100 тысяч, да, по налоговому учету. Поэтому вы теперь оставляете начисление амортизации и говорите, что срок использования у вас 60 месяцев. Если до этого объекта я вам использовала по курсу, они были меньше 100 тысяч, здесь они больше 100 тысяч рублей. Ну и скажите провести и закрыть. Ну, еще один элемент, который я вам покажу, то есть дополнение к семинару. ОСНМА. Зайдите еще раз в принятие к учету. Найдите вот это швейное оборудование, где биткредит. Вам нужно снова корректировку сделать. Поэтому вы ставите, видите, то есть она не откроет вам строчки. Вы ставите галочку. Заходите в первую строчку. Оборудование, требующее монтажа. И говорите хозспособом. И скажите записать и закрыть. И тоже будет с карандашиком. Но если вы используете строительно-монтажные работы, это облагается НДС. И по окончанию периода, не забывайте, вы должны зайти в регламентные операции по учету НДС. Ну, давайте последний элемент сделаем. Операция. Регламентные операции НДС. Вот они, видите, строчка. Прямо себе запишите потом. Скажите создать. И вы должны ей выбрать начисление НДС по СМР, строительно-монтажным работам. И когда, вот обратите внимание, когда вы заходите, ваша дата, последний день вашего отчетного периода. Поэтому это делается в конце отчетного периода, но перед закрытием периода. И вы говорите заполнить. Потому что она нам с вами не нашла, с вами, да, объект строительства. Потому что по идее, говорит, хоспособом, то есть у нас вам не начислено. Сейчас давайте зайдем, посмотрим еще раз. Покупки, поступления мы должны, дебет, кредит. То есть мы в покупках не связывали, да, с покупками. Дебет, кредит здесь не связано, хоспособом. Потом зайдем, то есть ОСН, МА, передача, оборудование, монтаж. Ну, мы здесь показали, что у нее хоспособом, да, есть. Хоспособ есть, да, у нас с вами. И осталось принятие к учету проверить. Принятие к учету, дебет, кредит. Мы что-то указали ей хоспособом. Ну, вот видите, где-то как бы ошибка, она у нас присутствует. 15 февраля, а у меня не тот период, что умолчить. То есть у меня третий период, а мне нужно первый, да, период. 31 марта. И она сразу, видите, появилась. Ну, хотя бы могла бы нам подсказать, да, в этом плане, что у нас период не тот. 31 марта, видите, швейное оборудование, оно у вас присутствует, да, уже. Но вы, так как это строительно-монтажная работа, это статья 146 налогового кодекса, внизу должны сказать, выписать счет фактор. А теперь вот если вы проведете этот документ, дебет, кредит, она вам покажет операцию, видите, 19.08.68.02. И она его начислит. А когда вы будете закрывать периоды, не забывайте просто про это, вы должны зайти через регистр помощник по учету НДС. И ваша операция, она закроется, и будет дебет 68, а кредит 19. Она его закроет. Но вот регламентная операция, вы его не забываете, всегда его просто проделываете. Просто вот на этом плане, поэтому не забывайте. Ну, второй уровень, если вот пригласить вам ко мне на второй уровень, я могу только пригласить 24 сентября. Который вот группу, то есть у меня сейчас идет первый уровень, вы можете попасть только туда. Потом это нужно смотреть просто по сайту. Поэтому в этом плане второй уровень я вам советую, потому что вы видите, в втором уровне более сложные элементы. И это нужно посмотреть, потому что они у вас присутствуют. Именно, то есть практики, и нужно обязательно это посмотреть, обязательно. Так, ну вот всем я, наверное, скажу до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok